Куда летишь? Германия! А ты куда летишь? В Нью-Йорке В Нью-Йорке Первый раз летим путешествовать все вместе. Я облетал уже много всего, но волнуюсь, мне вроде очень нечего летать в первый раз. Потому что с детьми, с собой, с потом поездки. Планируют посетить Германию, Италию, Австрию, покататься на машине, покататься на велике, посмотреть много всего крутого. В этих ваших интернетах принято ругать МАУ за то, что у них мивину на борту продают по 3 евро. Так вот, со времен мивины кое-что изменилось, и меню выглядит вполне прилично. Например, за 4 евро можно купить банине с моцареллой или с курицей. А за пятерку предлагают банине вместе с напитком холодным или горячим и пивом. Ну, конечно, если перевести это в гривны, кажется, что это трындец как дорого, но по европейским меркам, по-моему, вполне адекватные цены. В аэропорту за 5 евро тоже особенно не разгуляешься. Здесь есть овсяночка, супы всякие, нормальная горячая еда, лазанья или курица с рисом. Пирожины, кофе. Вообще по-богатому пюрешка, все эти вещи. Это не пюрешка, это лазанья. Да, лазанья, извините. Угарден за 5 евро. Короче, нормально можно хавать. Тут блогер Алеша вам расскажет. Специальные пропады. Ну и так далее. И все это можно заказать заранее, платить еще на земле карточкой, а потом просто тебе отдадут. Мы наконец-то прилетели в Мюнхен. Здесь бождит. Ну ничего, сейчас заберем тачку, пообедаем и помчим на юг Виталию. Походка в Мюнхен не очень. Первую баварскую еду Богдана не отземнила. Мне не отземнили. Ни кантопельный салат. Тут может сосиска понравится. Донус, тебе вкусно? Ну вот эта картошечка вкуснее. Вкуснее, да. Ну хорошо. Все жалуются, что все очень солено. Ну ладно. Зато нам дали машину. Мы бронировали что-нибудь в Гольф-классе. Нам дали Мазду 3. Еще предстоит ее найти на каком-то супер далеком паркинге. Я взял машину в Сикске. Не стал рисковать со всякими сервисами, агрегаторами. С самой дорогой страховкой, которая покрывает абсолютно все. Потому что мы едем в Виталию. В Виталии, как известно, все паркуется по звуку. И вместо Гольфа дали Мазду 3. На ручке 1.5, бензин. Все-таки англю. И, собственно, осталось поесть и можно ехать. Это не евро? Нет, это не евро. Нет, это не евро. Это 2 евро. Идем забирать нашу машину. Не так уж сложно оказалось, как здесь экстричный паркер. Где-то на месте 740 лабора у нас стоит наша пятерка. Мазда 3. Еще никогда не брал на прокат машину. Ученички. Поэтому взял самую дорогую страховку, которая покрывает абсолютно все. А я об этом уже, кажется, говорил. Просто кроссовер Мазерати. Ничего себе. Привет, мала! Будешь нашу тачку на тиждень. Мы наконец-то в пути. Выехали из паркинга, нашли выезд. Дождь продолжается, но нам пофиг. У нас красная шикарная Мазда. Вообще в отличной комплектации. Хоть и на ручке, но она с круиз-контролем. С системой контроля слепых зон. С экранчиком, который показывает скорость проекционной. Считывает сама знаки. Навигация, Bluetooth. Все эти вещи. Хорошо, что я не платил отдельно за навигацию. Но я не собирался бы ей пользоваться. Пользовался бы гуглом. Но когда ездишь в машине, это тоже приятно. Впереди 400 с лишним километров до Вероны. Надеюсь, что дождь где-нибудь хотя бы в Австрии уже закончится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень доволен, что попалась Мазда. Я брал Гольф-класс. Я думал, будет какой-нибудь базовый Гольф. Без круги, забить ничего. Но SIGS молодцы. Шикарная новенькая Мазда. Я очень доволен. Еще и красного цвета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из-за того, что на автобанах пробки. То ли из-за ремонтов, то ли из-за того, что сегодня пятница. Но нам навигатор устроил шикарную экскурсию по Баварии. Как красиво. И ладно, я там битый черт и бывал здесь. И, возможно, прямо здесь уже бывал. Немножко запутался. Но семейство просто в восторге. Вообще в восторге. Так красиво. Как в кино в каком-то детском. Только гномиков не хватает. Я же плохой гномик, что ли? Ха-ха-ха-ха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас вообще по автобану все валят на круизе сто потом. Сто потому, что дождь идет. И какой-то запах пошел. Запах это не я. Блин, я в очереди стоял за машиной, и какой-то чувак испортил воздух так вообще смертельно. Блин, я там чуть не посидел. Это всем нужно знать? Да. Ужас какой. Все должны знать. Все должны знать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погодка налаживается Погодка налаживается Блин, важная новость Не новость, а важная информация У меня на зеркале висит нитка От автоматической мойки Я ее заметил еще на паркинге И сразу не убрал Она меня бесит уже 350 километров Я все время забываю ее убрать На каждой остановке Такое Мы ехали, ехали и наконец приехали Это Верона Via L'Aviva Settembre 62 Сейчас пойдем искать, как нам попасть в здание Теоретически здесь можно бесплатно стоять Практически мы узнаем об этом утром Мама, я Виталий Давайте небольшая экскурсия Так, это главная комната возле входа Здесь у нас спальная кровать Телеф, музыкальный центр Она же и столовая Вторая как бы комната Разделена просто перегородкой Вот такая вот просто перегородка Отделяет одно спальное место от другого И кухня Маленькая, но классная Чистенькая, Касан, я боюсь, что чистенькая Да, все, это чистенькая Всем привет, второй день нашего путешествия Едем на поезде в Венецию Я с утра немножко что-то запарился И совсем забыл, что надо снимать ножек Приехали на вокзал, бросили тачку на паркинг Как белые люди Просто не узнают, сколько мы за нее заплахим вечером И на вот этом прекрасном региональном поезде АК электричка Получимся сейчас в Венецию на вокзал Венеция-Санта-Лючия Что делать в Венеции, не знаю Будем ходить на гайдинг С вокзала города Порта-Нуова Порта-Нуова Все дружно завтыкали в телефоны Несмотря на то, что у них даже нет интернета Хотя у них, которые я смотрю, есть Роуминг у них, значит, как у дома Вчера так устали, когда приехали Что еле-еле вытащил всех Хотя бы пойти прогуляться вокруг дома Но оказалось, что мы живем совсем близко от центра Нашли немножко мороженого Попробовали опероль шприц местный И еле дотащили ноги домой Едем в каком-то обычном региональном поезде По аналог нашей электрички Но он выглядит лучше, чем многие украинские интерсити И едет гораздо быстрее при этом Сто с лишним километров до Венеции Проезжают за час двадцать Доставаться на самый быстрый Есть еще более быстрый вариант Который меньше часа едет Но в два раза дороже Это там на всех обошелся Тридцать евро А тот шестьдесят с копейкой Невозможно не завидовать и нальянцам Потому что здесь горы такие классные Пока доехали до вокзала Больно десять минут Зайдили троих спортсменов на шоссейных велосипедах Еще нескольких я уже видел из поезда Страна победившего велоспорта Месяц назад я ехал из Херсона в дневном поезде И просто умирал от того, что там было жарко Потому что не работал кондиционер Так вот ребята На этом прекрасном региональном поезде итальянском Я замерз просто как с собаками Так холодно Это просто жопа какая Тупи Но мы решили в громадских местах Разговляться выключено украинское А чтобы нас не приняли запас калин То есть так А лучше Субтитры сделал DimaTorzok Месяц единственное место у нас на маршруте Такое очень туристическое Потому что ну как это поехать первый раз за границу Первый раз в Италию И не побывать в каком-то иконическом Иконном или как-то правильно сказать месте Людей конечно очень много Но мы выбираем места, где их не очень много И гуляем Правда ехать с маленьким ребенком Наверное все-таки было не лучшей идеей Потому что мы не успели выйти с вокзала И уже скучно Надо больше спать сидеть Ручки И так далее Я не знаю если честно Чего люди воняют Что им Венеция не нравится Мол слишком туристическая Слишком много людей Мне очень нравится Офигенно Узкие улочки Я обожаю такие места Я бы тут мог неделю наверное лазить Просто по этим улицам Сидеть в маленьких кафешках Смотреть на людей Получать удовольствие Пока Плошной вактор И каналы кстати не воняют Вот смотрите Разве не кайф Класса Просто восторг Белье особо После бокальчика Апероля Венеция кажется еще более красивой. Мы дошли до самых туристических мест, 500 метров до площади Сан-Марко и теперь я понял, о чем говорят, когда говорят, что в Венеции летом много людей. Реально тут очень много маршрутки на Троещене в Часпит. Как на рынке на Троещенскому базаре. Санка. Ребенок первый раз в жизни в Диснейстор. Базритивник! У несконченности до зерок! Саша. А, Вуди. У меня есть кузьмия. Сан-Марко людей. Это было в 8 утра, как только приехали на поезд и сразу сюда идти. Ну блин, площадь потрясающая. Очень красиво. Очень красиво. И посетить все знаковые вещи, чтобы сказать, я здесь был, в этой открытке я был, в этой открытке я тоже был. Однозначно, Венеция и площадь Сан-Марко именно такое место. Мы в Нью-Йорке в первый раз когда были. С Темой Кременюком тоже в последний день включили режим максимальных туристов. И Empire State Building, Статуя Свободы, все эти вещи. Так и здесь. Иногда хочется открывать какие-то места, которые не популярные, не известные, не туристические. Иногда хочется побыть их туристом. Почему нет? Очень круто. И даже быть в Венеции совсем ни на чем не поплавать. Выбрали самый недорогой способ одноразового поездка. В личном канальном трамвайчике. Иortion-марко Stephen Friday, город Нью-Йорке Фордец. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...